Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий. Как сообщает EFL CNS, в 2019 году троих мужчина судили за продажу наркотических средств через интернет. Преступники принимали оплату в биткоинах. После ареста власти изъяли у наркоторговцев 36 биткоинов. В то время шведская прокуратура не часто имела дело с биткоинами, поэтому во время обвинительного заключения конвертировала стоимость криптовалюты в шведскую крону. В то время один биткоин стоил 40 тысяч шведских крон, а сейчас он стоит более 500 тысяч крон. Проблема возникла из-за того, что судебный исполнитель не сразу продал конфискованную криптовалюту, чтобы возместить миллион 440 тысяч шведских крон, по документам именно столько преступники должны были государству. Выполнение этой задачи было отложено до нынешнего года, в результате чего биткоины теперь стоят значительно больше, чем долги наркодилеров. Прокуратура покрыла задолженность, продав всего 3 из 36 биткоинов. Теперь правительство обязано вернуть оставшиеся 33 биткоина на сумму 13 миллионов шведских крон, более 110 миллионов 500 тысяч рублей, преступникам, отбывающим наказание. Теперь они станут миллионерами. В прошлом месяце с кошелька, который бездействовал более 9 лет, вывели биткоины на сумму более 21 миллиона долларов. Существует подозрение, что этот кошелек принадлежит Сатоси Накамото, человек или группа людей, создавших биткоин. Подробности можно узнать в нашем материале. Если видео было вам интересным, пожалуйста поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.